Республика Татарстан Двигательный аппарат, сердце, легкие и даже нервную систему. Человек может заболеть, если выпьет зараженного молока или съест непрожаренное мясо. Заболевание опасно для человека, потому что имеет несколько видов и стадий, при которых человек может стать инвалидом или даже умереть, если вовремя не взяться за лечение. Заболевание поражает крупнорогатый скот. Они могут заразиться при контакте с больными животными через слизистые оболочки. Это может быть алиментарным путем, через пищеварительный путь, или же через слизистые оболочки половых путей, при контакте с подстилкой, если есть рядом другие больные животные. Человек, в свою очередь, может заразиться от больного животного. Человек от человека не заражается. Поэтому основной причиной заражения бруцеллезом человека может быть продукты питания животного происхождения. В первую очередь, это сырое молоко, где может находиться бактерия бруцеллы. Еще в середине августа в крестьянском фермерском хозяйстве в Новошишминском районе сообщили о единичных случаях аборта у коров. По результатам экспертизы у них выявили бактерии бруцеллеза. Республика Татарстан была и остается регионом Российской Федерации, где эта инфекция контролируется и находится на низком уровне. Последняя такая вспышка была зафиксирована в 2011 году на территории свиноводческого хозяйства в Дрожановском районе. По мнению владельцев фермерских угодий, не исключается и то, что коров могли завести из неблагополучных районов. По заявлению Главного управления ветеринарией Кабинета министров Республики Татарстан, разработан и утвержден комплексный план мероприятий по ликвидации очага заболевания. У животных первым признаком, если уже заболело животное, то есть как можно определить, это по абортам. Потому что проявиться клинически эта патология может именно у беременного организма, во второй половине беременности воспаление матки может спровоцировать аборт. И вот если в хозяйстве происходят такие вот массовые аборты, это является первым таким признаком, что надо обратить внимание и надо уже делать серьезную диагностику. То есть для этого что делается? Для этого забирается патологический материал от абортированного плода, отправляется в лабораторию. И по бактериологическим путем ставится диагноз по обнаружению бактерии бруцелла. Сейчас на предприятии находится около 800 коров. Их уже перевезли в специализированное учреждение в Республике Дагестан, где произведут убои всех особей. Там же проведут вакцинацию всех сотрудников предприятия, чтобы не допустить дальнейшего распространения бруцеллеза. Эпидеями массового заболевания удалось избежать благодаря оперативному действию всех ведомств.